Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мерима Саналы. После развала Советского Союза в странах Центральной Азии растет проблема распространения религиозного экстремизма. И сейчас эта проблема как никогда актуальна. Недавний случай побег девяти заключенных из сезона номер 50, где отбывают наказание лица, осужденные за совершение особо тяжких преступлений террористического характера, дал сигнал о растущей проблеме в Кыргызстане. Из четверых, сбежавших из колонии, двое были осуждены на пожизненное лишение свободы, и двое находились под следствием. Все они были привлечены к уголовной ответственности за религиозный экстремизм и терроризм. Именно тюремная среда предполагает довольно длительное нахождение вместе с осужденными за религиозный экстремизм или терроризм, обмен идеями, мнением. И люди, находясь в таких условиях, конечно, делают свой выбор в пользу какой-то идеи. В данном случае ислам как способ преобразования этого мира в том или ином варианте, радикальным или умеренным, он является довольно удобной идеологией, удобным прибежищем для тех, кто находится в духовном поиске. Соответственно, конечно, этим пользуются в собственных целях различные экстремистские организации. Но тюремная сурда – это одна из, как бы, уже стала у нас за последние 5-8 лет одна из традиционных сфер распространения радикальных религиозных взглядов. И это серьезная проблема. Рассказал Эсен Усубалиев, директор аналитического центра «Разумные решения». Именно данный факт заставил задуматься об экстремизме, которая, как бомба замедленного действия, растет и крепнет в тюрьмах. Ведь подавляющее большинство заключенных не работают, целыми днями ничем не заняты, и этот вакуум является благодатной почвой для вербовки. По данным ГСИИН, общее количество тюрем в Кыргызстане достигает 11, где содержится 15 тысяч заключенных. Также стоит отметить, что государство выделило поэтапное финансирование из бюджета в общей сумме 374 миллиона сомов для постройки тюрьмы комплекса для пожизненно заключенных. Уже достроен и сдан первый. Открытие второго планируется на 2015-2016 год. Ой, 11 из них одна детская, одна женская. Да, 11 вот закрытых учреждений. Кроме этого, есть у нас 14 колоний-поселений, 6 СИЗО. Для пожизненников и для экстремистов отдельной тюрьмы нет у нас. Совместное у нас меморандум есть, они как бы посещают у нас в каждом учреждении почти мечети и вот церкви или часовник. И они проводят беседу с ними, и они нам помогают в том отношении литературу распознать, не экстремистское, не запрещенное. Но совместно иногда мы проводим курсы для наших сотрудников, которые непосредственно с ними работают. Включительно МВД и ДПНБ тоже. У нас есть меморандум между ведомствами, которые подписаны. Точно летять я знаю, потому что летять там и назад почти экстремистов не было. А вот 10 лет тому назад уже мечети у нас были и тогда еще посещали. Но потом мы уже как бы усилили это отношение двустороннее, чтобы там появились у нас экстремисты религиозные. Их распознать, чтобы они там свою деятельность распространяли. Сещают, проводят беседу, проверяют литературу. Если кому-то надо литературу, вот предоставляют тоже бывает. Говорит Элеонора Шашиналиева, пресс-секретарь ГСИН. Проблема необходимости изоляции экстремистов в тюрьмах стоит не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Однако для нашей республики это относительно новая проблема. И сейчас она стоит остро. Они сейчас находятся как бы вместе с ними, отдельного учреждения нет, но мы собираемся в четырех учреждениях в ближайшее время построить локальные участия отдельно для них и камеры. По помещению осматривается сейчас этот вопрос и, скорее всего, в ближайшее время так и будем делать. Отдельно они будут содержаться от основной массы. Дополнила она. Но, по словам Эсена Усубалиева, директора аналитического центра «Разумные решения», даже изоляция заключенных не сможет решить проблему, так как основное – это идея, которую просто так не сломать и не переубедить. Не все государства могут позволить себе отдельное содержание. И даже если можно содержать отдельно от кого-то, это тоже не решит проблему, потому что мы преимущественно мусульманской страны. Даже криминальные структуры, они в той или иной степени на зачаточном уровне или на среднем уровне религиозны. Или проявляют обрядовую религиозность. Поэтому даже если мы всех экстремистов, террористов посадим отдельно, что очень трудно, потому что у нас нет средств, все равно найдутся люди, которые могут посеять мысли. То есть невозможно будет тюрьмой закрыть преграду на пути распространения идеи. Рассказал он. Основной проблемой быстрой вербовки и распространения самой идеи экстремизма – это безграмотность, необустроенность жизни, социальное положение населения. Ведь именно люди, находящиеся в бедности, люди, находящиеся в бедности, уязвимы и быстро поддаются влиянию. Основная проблема на сегодняшний день распространения радикальной премьерской идеологии – это низкий уровень грамотности населения, молодежи наших. Бывают случаи, когда духовные люди также недостаточно пакованы в области религии. Насколько мне известно, духовное управление мусульман Кыргызстана определило имамов для каждой тюрьмы, для того, чтобы они проводили там профилактическую работу в религиозной сфере. То есть предоставлять имамов, которые продвигают именно традиционные ценности ислама для нашего региона, и они работают в тюрьме. Да, это было выборочно, а сейчас, в последнее время, с прошлого года, именно специально направляют в тюрьмы имамов для того, чтобы они более грамотно стараются выбрать. Но этот вопрос, опять же, сейчас обсуждается, чтобы эти имамы были достаточно, они бы не просто кого попало взяли, с кем удобно работать, а именно те люди, которые обладают достаточно высокой религиозной грамотностью, чтобы они могли хорошо проводить профилактическую работу в противодействии радикализма и экстремии. Говорит Закир Чутоев, заместитель директора Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана. К слову об имамах, не раз в стране поднимался вопрос о том, кто рассказывает о религии, как проходит аттестация, кто они вообще, наши имамы, которые распространяют основную информацию. Только в сентябре этого года в Государственной комиссии по делам религии заявили, что более половины из двух с половиной тысяч имамов в Кыргызстане не имеют должного образования. В республике до сих пор не было системы образования при подготовке имамов. За решение проблемы взялись недавно. Для верующих организовали специальные курсы, а для богословов обязали регулярно проходить аттестацию. После распада Советского Союза подготовка священнослужителей в стране практически не велась. Обучение не контролировалось ни государством, ни духовенством. Слабая религиозная образованность граждан и духовенство – благодатная почва для распространения радикальных идей. Из этого всего выходит, что пока государство не контролирует подготовку имамов, которые занимались бы профилактикой в тюрьмах, в свою очередь в местах лишения свободы экстремисты и террористы находятся в свободном общении с другими заключенными, которые, возможно, пойдут за ними и, выйдя на свободу, должны будут доказать свою приверженность, дабы получить дополнительную поддержку и финансирование. Материал специально для IWPR подготовила Айтунух Нординова. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Атаналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok